Это актуальное интервью в студии Сергей Мехедов. Здравствуйте. В прошлом году в Якутии число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 7,5%. Таковых было совершено 235 преступлений, годом ранее 254. В целом в дальневосточных регионах преступные деяния с участием несовершеннолетних сократились на 16,5%. По России на 10,3%. Какова ситуация в 2024 году? Стало ли таких преступлений меньше? Гость студии Андрей Эпов, старший помощник прокурора города Якутска. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. С какого возраста несовершеннолетние подлежат уголовной ответственности? Существует общее правило привлечения к уголовной ответственности. Это вменяемое физическое лицо, которое на момент совершения преступления достигло возраста 16 лет. Но, как и у любого правила, существуют исключения. Исключения составляют такие категории дел, как против жизни и здоровья, то есть это убийство, тяжкий вред здоровью, преступления. Также против собственности, это кража, грабежи, разбой, против половой свободы и неприкосновенности, то есть это изнасилование, насильственное действие сексуального характера. В данном случае, если лицо совершает преступления, которые относятся к категории данных дел, а это исчерпывающий перечень, то возраст 14 лет составляет. То есть общее правило 16 лет, по определенной категории 14 лет привлекается. Какие существуют особенности поддержания государственного обвинения по уголовным делам, совершенными несовершеннолетними? Ну, как правило, государственное обвинение поддерживает, это наиболее опытные сотрудники, это первое. Второе, это форма рассмотрения уголовных дел. Ну, для примера, можно рассматривать уголовное дело в особом порядке. Это когда лицо, совершившее преступление с небольшой средней тяжести, оно согласно с обстоятельствами, изложено в обмительном заключении, в обмительном акте, признает вину. И стороны согласны о том, чтобы рассмотреть уголовное дело в особом порядке, то есть это государственный обвинитель, это потерпевший, уголовное дело рассматривается в особом порядке. То есть доказательства не исследуются, исследуется лишь материал, характеризующий личность подсудимая. Но в отношении несовершеннолетних данная форма не подлежит рассмотрению, то есть рассматривается в общем порядке. Что это значит? Это значит, что исследуются все доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела. То есть это допрашиваются свидетели, потерпевшие, подсудимые, исследуются письменные материалы уголовного дела. Еще к особенности я хочу отнести, во-первых, это обстоятельства, подлежащие доказыванию. Статьей 73 УК РФ предусмотрено обстоятельство, которое подлежит доказыванию. Это время, место, способ совершения преступления. Если же это преступления совершенными несовершеннолетними, то дополнительно подлежат установлению возраст несовершеннолетний, это его состояние здоровья, это условия жизни и воспитания, и влияние на него старших. Также необходимо отметить, что обязательно участие защитника в любом случае, но поскольку это несовершеннолетний подсудимый, то также участвует его законный представитель. Законный представитель, как правило, это один из родителей, отец, мать. Если таковых не имеется, то это близкий родственник, а если же это вовсе сирота, то органы опеки и попечительства. Опять же, необходимо отметить, что если на момент рассмотрения уголовного дела в суде лицо уже достигло 18-летнего возраста, то в данном случае участие законного представителя не обязательно. Ну и также необходимо отметить, что при допросе несовершеннолетнего посудимого в суде в возрасте от 14 до 16 лет обязательно участие принимает педагог либо психолог. Ну, также к особенностям можно отнести, во-первых, это при назначении наказания, это сроки, которые могут быть назначены. Ну, наверное, такие общие моменты, которые необходимо было осветить. Ну, вот виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним за совершение преступления. Какие здесь особенности? Могут быть несовершеннолетним посудимым назначены штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы. Ну, если по отдельности каждому наказанию штраф, например, назначается вне зависимости от того, имеется ли у несовершеннолетнего посудимого основной источник дохода. То есть он может быть назначен от 1 тысячи до 50 тысяч рублей. Обязательные работы заключаются в свободной от работы либо учебе время, занимаясь общественно полезными. С работами назначается от 40 до 160 часов. Исправительные работы, это по основному место работы, а если такого не имеется, то уголовная исполнительная инспекция назначает такие работы. Назначаются они, как правило, до 1 года. И удержание процентов от заработной платы происходит от 5 до 15%. Лишение свободы может быть назначено как реально, так и условно. А вообще вот сам факт того, что преступник несовершеннолетний, может ли это быть каким-нибудь смягчающим обстоятельством, например? Обязательно, конечно. Одним из обстоятельств смягчающих наказаний в том числе указывается возраст посудимого. То есть это обязательно учитывается при назначении наказания. Ну вот какие типичные преступления наиболее часто совершают несовершеннолетние? Я бы к таким отнес. Это преступление против собственности, то есть это кража. Все, что плохо лежит, несовершеннолетние обязательно возьмут. Это сотовые телефоны, это велосипеды, это хищение денежных средств банковской карты. Также это наиболее распространенное является неправомерное завладение автомобилем, транспортным средством угон. Я бы такие отметил наиболее типичные преступления, которые совершаются несовершеннолетними. Ну молодые покататься любят, это можно отметить. Но какие существуют основания прекращения уголовных дел в отношении несовершеннолетних? Ну общие также существуют основания. Это примирение сторон, деятельное раскаяние, сроки давности. И касаемо несовершеннолетних, это применение мер воспитательного воздействия. Если более детально, что значит примирение сторон? То есть это лицо, впервые которое совершило преступление, ранее несудимое. Оно совершает преступление небольшой средней тяжести. Если оно возместило ущерб или иным образом загладил вред. То есть похищенное возвращено, а если нет возможности вернуть, то денежные средства возвращаются. Обязательно это приносится извинение потерпевшей стороне. Потерпевшая сторона принимает эти извинения. И в таком случае суд вправе, он не обязан, он вправе прекратить. Деятельное раскаяние то же самое, небольшое средней тяжести. Обязательно является явкой с повинной и активное способствование раскрытию расследуемого преступления. То есть лицо должно сообщить органам предварительного расследования такие обстоятельства, которые ранее не были известны. Ну и применение мер воспитательного воздействия, опять же, если органы предварительного расследования, либо суд придут к выводу о том, что исправление несовершеннолетнего подсудимого возможно без назначения наказания, могут применить к нему данную меру. Также необходимо отметить, что все-таки, как я уже ранее сказал, это лицо должно быть ранее несудимое. Как правило, несовершеннолетним подсудимым предоставляется шанс исправиться. То есть один раз предоставили возможность, прекратили уголовное дело, второй раз предоставили возможность. Если уже в третий раз, опять же, этот несовершеннолетний подсудимый появляется на скамье подсудимых, то уже суд, исходя из личности подсудимого, то есть ранее неоднократно ему предоставлялась возможность доказать свое исправление, он этим правом не воспользовался, соответственно, нецелесообразно уже прекращать уголовное дело в отношении данного лица. Поэтому в данном случае суд может и отказать в прекращении уголовного дела. А вот как преступления, совершенные несовершеннолетними, отражаются далее на его карьере, на жизни в будущем, на взрослой жизни? Несмотря на то, что даже если уголовное дело может быть прекращено, в любом случае сведения о совершенном преступлении, оно заносится в базу информационного центра. То есть это при трудоустройстве работодатель при запросе на данного лица информации, он может установить, что ранее лицо привлекалось к уголовной ответственности, какое наказание было назначено. То есть если мы говорим это о будущем, что несовершеннолетний собирается посвятить работе себя в системе правоохранительных органов, то понятно, что уже туда дорога закрыта, поскольку имеется сведения о том, что привлекалось к уголовной ответственности. А вот эта информация об уголовной ответственности, она сохраняется на всю жизнь, насколько я понимаю. То есть в принципе в любом возрасте потом уже смогут узнать от человека, что он нахулиганил, например, в 9-м классе или в 10-м классе. Вообще какие органы отвечают за профилактику преступности несовершеннолетних? Это органы комиссии по делам несовершеннолетних, это органы внутренних дел, это соцзащита, опека и попечительство, это образовательные медицинские учреждения, уголовная исполнительная инспекция. И в широком смысле этого слова профилактики я бы еще отнес органы прокуратуры, поскольку мы на регулярной основе выступаем как в трудовых коллективах, так и вообще в образовательных учреждениях, разъясняем учащимся их права, обязанности, ответственность, какая может быть предусмотрена за то или иное деяние, совершенное ими. Также имеется у нас официальный сайт, телеграм-канал, на котором мы размещаем информацию наиболее актуальную по резонансным уголовным делам, по делам, которые наиболее интересны. Также это изменения в законодательстве, то есть основные органы, которые занимаются профилактикой, я их назвал. Ну вот на что стоит обратить родителям внимание, чтобы предупредить преступления, чтобы их дети, как говорится, не совершали никаких противоправных действий? Ну, наверное, больше внимания уделять своим детям, поскольку если ребенок не самоорганизован, то есть отсутствуют у него кружки, и помимо основной учебы больше ничем не занимается, то есть у него появляется куча свободного времени, это также неблагоприятная среда, которая может влиять максимально загрузить ребенка, чтобы у него было как меньше свободного времени, чтобы он был посвящен занятию спортом, искусством, занимался общим развитием, и тогда не будет времени, чтобы заниматься преступлениями. А вот если ребенок уже, может быть, вовлечен в плохую компанию, как это могут понять родители? Как правило, такие дети, это состоят они на внутрешкольном учете, в любом случае, педагоги, во-первых, ребенок большое время проводит в школе, и педагоги, классные руководители в любом случае замечают на круг общения, собственно, с кем тот или иной ученик общается. Соответственно, данная информация доносится уже до родителей, и родители уже должны принять необходимые меры, чтобы поговорить со своим ребенком, установить обстоятельства, почему связался с той или иной компанией. Ну вот мы в начале нашего разговора как раз-таки говорили о том, что отмечается снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. Вот что здесь влияет? Для статистики приведу цифры. Например, в текущем полугодии рассмотрено было 30 уголовных дел в отношении 35 несовершеннолетних. Если сравнивать с показателями прошлого периода, то это было 40 уголовных дел в отношении 50. То есть уменьшение идет. Почему снижение идет? Я хочу думать, что это все-таки профилактика, которой органы занимаются, ранее которой мной озвучены. И поэтому снижение происходит. Андрей, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.